здрасьте дорогие друзья настала пора разобрать колесо нашего 8f посмотреть что-то внутри само мотор колесо состояние у него г такое чувство что алюминий уже так коррозировал коррозировал что триндец что блин ну в общем это колесо не для зимы точно потому что сам алюминий он превращается с реагентами в какой-то хлам то есть он ведет себя совсем не так как алюминий на других наших колесах безобразного ужасно себя ведет тут такое чувство что прямо на блин что там выемки какие-то чудовищные но сейчас разберем крышки почистим посмотрим я надеюсь он сильно так конечно не вы его но блин этот рядец вот этот рядец это полный кошмар чем-то обработать и покрасить чем его обработать чем покрасить блин 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 посоветуйте может кто-то что-то посоветует у меня кроме раптора в голове ничего нет потому что отовсюду краска слезает либо не использовать его зимой на чем наверно все сойдутся да сейчас чтобы открутить педальку нам нужно зафиксировать двумя инструментиками так вот ключик у нас есть и вот есть здесь у нас 21 к сожалению подходит наши чудесные 24 проходной ключ до этому придется с этой стороны головкой а с той стороны рожковым ключом сейчас если силы моего плеча хватит то откручиваю если нет буду просить андрюха помочь все получилось плечико заживает ерунда всего три месяца прошло поэтому друзья будьте аккуратны ездите только трезвыми за каждый раз буду это говорить может кто-то послушается кто-то целом ну и конечно ни в коем случае никаким малолеткам которые не знают правил дорожного движения нельзя моноколеса вообще если вы сами молодой человек и поняли что моноколесо это круто друзья ну поставьте себе приложение с правилами прогоните его выучите поймите откуда может машина выехать откуда не может какая уголовная ответственность наступает если у кого-то повредить какая административная и так гаечку сняли гаечку сняли сейчас по идее надо волшебный стук сделать молоточком чтоб сухарики вибрации это лучше конечно друг молодежи но темнота и вибрации так вот у нас сухарики здесь сухарики великолепные замечательные ни капельки не похожи на те изгнутые которые показывает мне кто-то в роликах сухари превосходные ставится правда одной стороной ну превосходность ничего с ними они не могли загнуться ничего так и наша как положено как это называется ванночка для запчастей куда мы все складываем чтобы не потерять здесь шайбочка как на велосипедике такая и там у нас еще одна шайбочка андрюха заметил да вот столько замечательных шайбочек у нас главное последовательность не перепутать у меня такое чувство что там еще одна шайбочка это все естественно живи еще здесь вот у нас до хруста у нас нет как на сторон но здесь все коррозировано так что приндец наждачка какая-то вон вон раковины такие нечему хрустить да здесь поверхность на колодке какая сталь там тоже алюминий ну а здесь это я не будет звучит как стали и я это не понимаю что это такое так сейчас для того что прошу прощения нам нужно для того чтобы открутить вот эту штуку нам нужен по идее 21 ключик ключ к 21 нет поэтому андрюх я попрошу тебя достать наверное там какой там самый большой ключ разводной есть маленький есть там еще один большой он растянется но просто там рычаг маленький самый большой вот рожковый ключ откинет а нету его там я думал цепануть здесь как-нибудь так чтобы зафиксировать но ничего не получится но попробуем сейчас чтобы не слезать гайку андрюха подержи я постараюсь аккуратненько можно знаешь что сделать можно чтобы я открутил чтобы не слезал гайку можно вставить туда какую-нибудь отвертку либо что-то плоское когда у вас нет ключа хорошего уж конечно чтобы у вас всегда все было кстати пыльничек здесь есть не пыльничек есть козырный от этого вот зла и он может нам улучшить ситуацию погнется не поломается он погнется и обязательно но в данном случае нам нужно просто сорвать держишь андрюх держишь держишь держи 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 вот так вот функция выполнена пыльничка он деформирован но мы его не собираемся это думаешь ты такой какой-то сильно нам надо было сразу крутите тебе просто педаль держать андрюху почему ты не признавался что ты силач это вытаскиваем 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 здесь у нас горел на пыльничек это отзыва пыльничек придется использовать такой гнутый так кстати да вот эту клемму через за эту гайку не протащить то есть восхитительно почему друзья вы не поставить сюда как на нормальных колесах ну смысле как на нормальных как на других двадцать четвертую гайку через которую разъемы проходят может она разборная кто клеммка нет конечно разборная из нее можно обязательно вытащить поэтапно там провода но блин распаялась но она там распаялась вот этот разъем нам и надо будет дать зайти найти он самый сложный разъем он самый сложный разъем поскольку она отпаялась чуть-чуть уменьшилась то ее можно вот так вот вытащить до не щадя а гаечку и туда положить какие-то там еще гаечки подозрение какой-то что там солянка еще что солянка какая-то там что это не 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 к мисочку которая нам нужна ну что поделаешь а здесь у нас окисел все такое опять-таки волшебные отвертками чтобы ничем таким сухарики у нас выпадут сухарик выпал второй сухарик выпал блин и вот это здесь опять это клемма опять будет проходить не так как надо пожелание друзья пожалуйста да сделайте отверстие там во первых гайку 24 поставьте что проходной ключ от других колес можно было использовать кстати вот что такое стеночка калибрационная суша на с той стороны тоже получилось состоял смотрите какие замечательные пластиночки они наверное чтобы алюминий сильно не калечился они там тоже должны стоять так что не пропустите их тугоплавки и пластинки судя по всему до которой не дают корябать сухарям алюминий наверно был случай были случаи это обязательно не забудьте помните о том что они есть они тоже кстати ржавеющие их отсюда тоже надо достать их можно очень легко потерять потому что они не видны они никуда не вылезают это такое ноу-хау у них чтобы не делать прочный алюминий судя по всему они решили его упрочнить увеличить прочность с помощью таких пластинок таких прокладочек может это регулирующие ремонтные их убирать износ или что-то такое так дальше осталось самое сложное это разъемчик кстати в это отверстие он проходит вот у нас две педальки у нас без контрич его потому что я до брал это вот туда ничего не вылетит же правильно она просто болтаться буду все это мы откладываем педальки огонь за педальки спасибо все хорошо пока у на они нас устраивали до и дольки пока не мере андрюха устраивали с массой до 80 килограмм абсолютно устраивал лучшее что в этом колесе есть не ну почему колесо само по себе было превосходным так дальше смотрим как это все будет вытаскиваться андрюх посмотрите в кадре очень сложно набраться храбрости делать все это если все под рукой очень легко все но когда сомневаешься в том что что-то достанешь в данном случае нужно менять вот этот разъем нужно менять вот эти клеммки их надо хорошенечко обжена обжимать и опаивать я спайкой вообще не дружу придется подружиться либо возить к специалистам вот эти два не шайбочки таки последовательность не нарушаем ну что и можно откручивать одну из крышек одну из крышек можно откручивать у нас даже было было там есть блюдечко у тебя такое вот это давай блюдечко лично и осталось найти только мою замечательную отвёртку вот он вот как раз твоя мисочка насколько я понимаю вот это мисочка вот держи 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 вот этот ключ а вот все забираю к себе можно прям туда тоже это в кинсонга осталось кинсонга выкладывал в общем суть так шестиграничек шестиграничек у нас вот раскручиваем друзья интересно что будет там так и какой на в первую очередь лучше раскрутить лучше раскрутить нам лучше раскрутить нам давай со стороны проводов сделаем хотя если да потому что лучше упирать в ту сторону будет мы раскрутим это дальше упрем и сделаем странная здесь фасочка такая дело вообще непонятно что она показывает ли сос . нет она просто универсальная типа с той стороны с этой может быть универсальность не радует продолжаем разбирать моно колесо пользуйтесь ноу-хау андрюхидом смотрите на ускоренной перемотки так а что такое батарейка села что ли нет просто не включил эти винтики к сожалению у нас не являются нержавеющими да то есть они ржавеют да как можно наблюдать либо неплохо ржавеющие может они какие-нибудь мельхиоровые но не нержавеющие я купил нержавейку точно такую же неплохо выглядит они выглядят неплохо они не успели проржаветь они выглядят как винтики в принципе после 300 километров и должны выглядеть похоже выглядят винтики кстати неплохо выглядит может быть даже они действительно мастер которому я принес их который на нержавейке торгуют он сказал что они приблизительно что-то на мельхиор похоже на него то не магнитится но не очень но магнитится то есть висят для примера сейчас возьму нержавейку может я напрасно говорю может она тоже у меня меня напарили просто вот я взял такие я надеюсь видно будет что они не магнитится не магнитится у меня есть желание поставить вот эти штуки которые не магнитится несмотря на то что мы проведем эксперимент обязательно положим какой-нибудь соляную ванную там или воду чтобы проверить она не сильно они не сильно мало магнитится вот эти но магнитится и говорю человек которому я пришел брать нержавейку этот магазин на мире гагарина он сказал что похоже на мельхиор мельхиор насколько я знаю как он коррозионостойкий материалом просто покрывается там патинируется как-то он с вами покрывается но сам при этом не разрушается задача разобрать посмотреть подшипники менять не знаю будем не будем любом случае смажем их если будет возможность забьем смазкой потому что 300 километров это чрезвычайно мало для моноколеса такого бы качества она не было а это очень качественное колесо одно из самых качественных которые есть на рынке как по крайней мере как они позиционируют себя эти и годы за несколько дней в людей убиваются вот видишь так и так сразу что хочу сказать вот я чуть-чуть уперся да и сразу по услышал звук это значит что по периметру по периметру герметика я не чувствую колесо сразу начал отходить крышка крышка уже да это не то что там не назлее не сравнивать больше не с чем до крышка спокойно отошла да и она уже проворачивается ничего ее не тормозит значит что герметика здесь нет по-любому надо герметить и такая она вся снаружи надеюсь у меня такое подозрение что у меня такое подозрение снимется она вместе с полисом не да что она вместе как это со с ротором снимется она перестала слушая надо этого туда вернуть подковырнуть а что только подковыривать не надо надо ее выдавить либо отсюда туда понимаешь либо оттуда сюда в какой-то из крышек подшипник должен сидеть прочнее чем другой вот я только что же делал да только что же она отходила верну только что же она играла а что-нибудь положить чтобы нам коврик с подогрева не убить поручилось что может быть лучше чем педаль от зла стойка отзвать стойка блин она вообще перестала отщелкиваться что это за ерунда ну хорошо попробуем твою версию о том что может быть она уже отошла и может быть ее можно так с одной стороны точно нельзя так делать потому что это же крышка она отойдет на хрен и все сломается согнется неровно ушки-то слабенький можно вы дашечки взять пшикнуть на чего-то вот там где крик посадочные места подшипников почему можно почему можно пшикнуть можно пшикнуть лишь она ходит вообще свободно такое чувство что сейчас отщелкнется да что она сейчас выйдет спокойно вместе с подшипником как показывают в роликах что она прямо вот так вот хорошо легко выходит но вот судя по всему как раз так и получится главное не насрать туда внутрь колеса но первый взгляд на колесо которое не было гидроизолировано мотор колесо но эксплуатировалась вся крышка это треш полный бля это я не знаю это я вообще не знаю что видео я думал подождем пока новое будет это что ёпть это что это умывальник у моей бабушки который 20 лет из которого воду не забирали это 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 вообще что за что это за материал но само все чистое да это я не знаю вот это же это же все отлетает андрюха это же все отлетает это все же должно как наждак работать она вся в окисли вообще вся в окисли и видно почему хана что тут ты считаешь что с таким звуком нельзя ездить разве с таким звуком нельзя есть давай колесо кубери туда я раскручу эту штуку он куда-нибудь туда поставь да на инструмента андрюха говорит хана разве это хана разве это хана разве спиннер вращается не с таким звуком да что это хуже чем на и резки ноготвей какой пробег нормально зато характерный звук классный звук чего ты давай посмотрим есть нам смазка нет суши подшипник похоже как на зле до 3230 с по моему очень похож может они с одного завода то одинаковые ну что открываем все равно будем менять подшипники потому что андрюха считает что они накрылись я считаю что они лучше чем новые что такой звук это благородный звук так надо сейчас ножичек какой-нибудь диатроники хорошенечко падение там это все либо ножнички я люблю использовать инструмент не по назначению ни в коем случае не повторяйте андрюхи супер ножичек классный ножик специально для вскрытия пыльников на подшипниках оба слушайте ну 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 это это великолепно это просто это потрясающе такое чувство что смазка просто мумифицировать безусловно вода попадала подшипник вот мы видим по ржавым следам которые здесь есть и слушайте ну блин не ну звук то какой стал без пыльника он стал еще благородней ой перекат какой-то добавился ты слышал не но суши она так может вращаться целую вещь вращается хорошо классно же вращается ты чего чем-то недоволен а еще опять что-то попало еще что-то не такое чувство что вот эта смазка подшипники абсолютно идентичные мне кажется со злом смазка вообще не работает она такая твердая что триндец вот посмотрите осыпается кусочку вот это полный треш вот это это конечно полный треш друзья если у вас моно колеса in motion в 8 в 8 f 10 и все что у нас выключается твоя выключается и king song выключается он не может это слышать то что я рассказываю про другие колеса короче этот материал это это страшно это в эту ужас это 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 стас то это это ужасный силу мин который вот у бабушки умывальник есть у меня рукомойник там если воду чуть-чуть оставить не поменять не помыть и вот там такая же хрень образуется а потом и слизь то есть это это жесть то есть то что накрылась у нас схема это конечно печально но блин что могло произойти с мотор колесом вот когда вот эта хрень бы начала сыпаться я не представляю если бы колесо клинануло на ходу не знаю но очевидно что звук звук топовый звук топовый хороший звук так попробуем выколотить его так у нас здесь головочка была покупал специально что-то желаю прессовки подшипник до специально для выпрессовки подшипников и специально обученные называется руки вот так чтобы не накрыть подшипник чтобы не накрыть вот ты берешь молоточек да хотя зачем молоточек нет молоточек здесь лучше что-то понежнее брать берешь вот чтобы традицию не нарушать и вот этой частью слегонца давай не 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 аккуратно по пальцу не попадет внутрь заводить подшипники так нельзя выколачивать еще куда не шло но только опять таки если вы держите крышку нормально ну если хотите чтобы это еще проще было то можно смазочкой сильно особо не надо крышкой супер силу не сделано ну как почему-то ладошкой да так ну да очевидно выходит подшипник обойма выходит так что можешь не стесняться хочешь этим хочешь хочешь молоток можешь взять аккуратно когда она выйдет да ты понял да твоя рука кажется между этим еще восемь пальцев господи какая срань там вы бы видели я не знаю вы можете это увидеть какая там сранее на 15 тысяч килограмм может 10 лет поставь андрюха все нормально нормально вы посмотрите какая говнище там образовалась это это ужас какой это кошмар 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 ищи теперь хрустит еще ты посмотри ты посмотри не андрюх ты вот на это ты посмотри там видно вообще что это это что это песок который каким-то боком попал туда песок с солью друзья не можем не приспособлены для эксплуатации в агрессивной среде я не знаю что что сделать чтобы этого не было силумин это силумин это ну блин алюминиевый сплав этот очень невысокого качества или может он высокого качества но абсолютно не стойкий к ну как это это просто вот от чего это могло организм образоваться от влаги от от влаги воде подшипник он с песком андрюха ты теперь понимаешь что на коврике на гривище она должна без выключения коврик должен быть всегда включен всегда что просыхало чтобы сохло пару часов не хватит надо чтобы коврик если на нем стоит колесо всегда грел это это ты это трэш это трэш это трэш это просто трэш нет это колесо для аккуратной эксплуатации пиздец какой простите за выражение извините триндец какой но это 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 жесть это просто жесть друзья это 300 километров и вот смотрите насколько разъела уже крышку насколько разъела крышку на то ужас вот это все это все разъела просто разъела это жесть друзья я считал всегда я всегда считал что моноколесо там до 50 штук там до 60 лучший вариант который можно себе позволить это emotion в 8 в 8 потом появилась в 8м и конечно в 8м и за педали там из-за всего остального но из-за педали из-за того что отличие такое но друзья нет нет это я не знаю кто и какое чудо должен сотворить с этим колесом чтобы вот этого не происходило металл поменять нереально если только делать как ребята на авито делаю до покупают мотор колеса от каких-нибудь got wave а загоняют в корпус из-за дыма уши надо только вот так вот ну блин это это друзья это какая-то но это это никуда не годится я не знаю каких условиях это надо эксплуатировать тряпочки каждый раз вытирать после того как домой приехал не скажут да тряпочка вытирать да да вытирать тряпочкой но потому что но это трэш ребята но это трэш это полный трэш ладно дальше сейчас махнем это что с подшипником подшипник мертв он как на зле но он вот туда проник еще песок вдобавок откуда песок-то там взялся может сейчас конечно может сейчас мы его тоже пильнем я тоже покажу что там с ним произошло ну что пока пауза отряхнем столик и положим вторую часть еще и фон будет глючит еще тоже увидел и мошен по 8 в разборе в общем короче что я отметить хочу вот в отличие от зла вот здесь вот эти штучки они пластиковые я считаю пластик это хорошо здорово но блин я вижу что здесь эти пластиковые вот допустим вот здесь она вышла вышла то есть я ее могу либо ее так поставили криво что она такая уже чуть-чуть сношена логично предположить что на ответной части крышки может быть след что здесь может быть след но он может быть вот поэтому по этой грани проходить еще короче обратил внимание то что одна из них вылезла и подтерта вот видишь она подтерку хотя по идее она не должна здесь ни до чего дойти да это боксе может быть она потерлась там об соли которые организовались так что еще хотелось бы отметить вот это я не понимаю вообще не понимаю здесь внутри стоят решай бы стоят со стороны проводов это нужно запомнить может это какие-то регулировочные шайбы чтобы не было бокового проскальзывания типа как на зле не знаю но это тоненькие тоненькие шайбочки какие-то типа блин может калибровочная не знаю их три штуки вот они стоят 4 4 штуки 4 штуки явно не нержавеющие то есть вот они все магнитится но пока они не заржавели основа да вот даже здесь даже здесь сейчас не что это по запаху смазка по запаху смазка удивительно но смазка уж подумал даже вода потому что вот здесь реально все ржавое короче гидроизоляции здесь нет никакой завода вообще то есть по периметру герметика нет друзья если вы планируете ездить хоть по каким лужам они в абсолютно сухую погоду обязательно эту хрень и разбирать и обязательно герметить вот по периметру здесь герметика нету герметик есть взле герметик есть наймбот s2 здесь герметика нету странно но в 8 я разбирал я помню что там герметик будет герметик был по колесу когда его доставал я видел такой чуть-чуть может мне это кажется сейчас ну что пока не вытащили его оттуда ничего больше сказать не можем кроме ужаса от крышки дака которая от влажности превращается вот в эту лохматую бородатую хрень это кошмар ужас беспредел этот материал использовать моно колесах просто категорически нельзя нигде нельзя ну либо эксплуатировать эти колеса при нулевой пыльности и влажности и все такое нет это это как кошмар это вот это ужас это это кошмар друзья это кошмар это просто кошмар почему нельзя покупать in motion и потому что качество дисков качество крышек вот такое надо подумать что с ними можно сделать кроме замены мотор колес надо подумать что можно сделать подшипник здесь как на зле точно такой же сейчас попробуем их помоги пожалуйста это надо поставить туда куда-нибудь эту штуку убрать чтобы она не упала не рассыпалась так дальше нам надо достать собственно говоря сам статор ротором у нас является здесь если я не ошибаюсь как раз сама сам диск в данном случае до вращается когда он вращается у нас было вот педалька моя от зла уберем ее зло нам помогает зло на службе у добра можно вот так вот поддавить как видим достаточно эффективно единственное что в дальнейшем после того как это выйдет отсюда нужно будет это аккуратненько перехватить так что без ущерба пальцам и всему остальному нужно сделать так чтобы она вышла на достаточное расстояние то и желательно сюда поставить нам какую нибудь давай-ка там не 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 глюха открывают эту штуку да и здесь вот свечная такая раз и вторая была давай которую я хотел убериться убрать собственно говоря ради чего и ящики до стола сейчас посмотрим вот так вот сюда можно поставить ну я говори давай попробуем еще какую-нибудь головочку найти блин у нас вечная лучше всего она где-то здесь есть мы ее не видим но она есть сейчас мы разуем глазки и и найдем она выглядит придавайте каким образом кто слышал слова алиса полин скажите я не слышал ничего не такую головочку мне то нам не подойдет нам нужно какая-нибудь галочку который попадет вот сюда это подходит но ее ставить а в принципе да вот она и подходит отлично подходит свечная головочка с фиксаторами она встала ее нам хватит для того чтобы выжать мотор наружу и это надо делать аккуратненько и желательно придется наверно перевернуть на эту наждак чтобы не скользила аккуратненько аккуратненько постепенно андрюха я предлагаю тебе присоединиться вот с этой стороны взять вот так же тоже ручками да вот так вот как я да и тихонечко там и 1 нормально 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 то чуть-чуть то чуть-чуть все все-все-все хватит сейчас все пойдет сейчас все пойдет сейчас пойдет так будет удобнее не снимая крышки мы можем крышку открутить и снять ее вместе с крышкой но все равно нам надо будет подшипник доставать а так мы сразу достанем подшипник из она вроде не должна пробить грудину руки блин только что она нормально выходила более-менее она встала но дальше не хочет так ну что можно вытащить ее с крышкой с крышкой но там вы давить подшипник откручивать крышку то надо бы крышку надо откручивать на проще и открутить и снять отдельно это уже будет на снятом подшипнике понимаешь чем дело не идет ну она пойдет она пойдет на по-любому пойдет у нее другого варианта нету как только пойти может на улице на пол положим и что устанем на кого встанет не 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 руками я просто стесняюсь сейчас руками так сильно давить чтобы было хорошо стесняюсь так-то сил то у нас достаточно просто надо один раз давануть там может держать подшипник обоймы плотненько там видно хоть что мы делаем как и даю хочу переведи нас в акте сюда чуть-чуть как-то она перевернулась очень интересно напоминаю подшипники так запрессовывать нельзя доставать старый принципе можно сейчас я действую как съемник подшипников по большому счету именно так видишь что что-то падает скажи почти идет давай потихонечку выходит потихонечку выходит держи должно выйти выйдет никуда не денется прошлый я просто снял с крышку с этим рота ротором просто вытащил и потом съемником достал подшипник оттуда выпрессовал здесь мне кажется что удобнее будет так потому что но я сейчас уберу эту и он должен по идее уже прилично туда так зайти бить по нему можно крышку повредить ну так педаль здесь ничего мы не повредим все равно наждачку эту надо менять на зле если говорить так здесь 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 выпрессовка если бить можно колокол расколоть чисто теоретически давай-ка андрюха знаешь что сделаем с тобой сейчас перчаточку надену ты наверно попробуешь слегка потекать молоточком по головочке хорошо попробую под вытягивать это все под вытянуть так а здесь бы кстати пригодилась бы наверно гаечка можно попытаться сюда надеть гаечку ею так знаешь джинь понимаешь о чем я говорю гайку сюда накрутить монтажечку так чик но не получится потому что должна штука выходить но за нее удобно будет ухватиться с другой стороны ну давай еще поиграем силами чуть-чуть бицепсами процессами это меня бесит то что эта поверхность еще не ровно коврик можно продавить коврик обязательно коврик можно продавить нужно что-то ровная резинку я выкинул туда резинку нам не найти будет но и бесполезный ежедневник что-то положить мне не надо без полезных у вас он бесполезный давай не хочет выходить категорически против не по чуть-чуть то вышло он на пол сантиметров не факт что она вышла мы попробуем еще разок сейчас потому что она перекос встает давай вот смотри вот так же дать чуть-чуть давай подожди обратно вернем давай пошатай туда-сюда ну уже уже давай туда-сюда есть не спускай хорошо когда живут большой можно чтобы он помогал да мы разбили все поломали все на свете вот можно видеть насколько вот тут сранена на подшипники так сейчас что ты это вот говнище вот все отсюда вот вылетела это все от говнище которое здесь было ну вот она вот видишь вот смотри вот она стояла а то туда она улетела подними к камеру чтобы видеть вот это говналин который отложился вот здесь благодаря тому что здесь есть алюминий конечно благодаря тому что я это эксплуатировал строго в водной среде вот смотрите во что превратился пыльничек здесь вы видели да какой он там вот он такой жесткий там был а здесь к вам какой а а здесь он вообще сопливый такое чувство что он чуть не то есть вообще другой маркировка на нем тоже 6203 с но он не такой как кто-то который мы доставали вот он вот тот который мы достали он да 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 это он точно потому что зло вот зло вот он гнутый вот он тот который мы достали вот он который на одном стоял вот он который на втором это пластмасса а вот это вот резина а с наружной части того подшипника ты что то есть здесь уже подшипник он другой какой-то стоит обойма закрытая здесь какая-то закрыта обойма то есть вообще не понимаю с одной стороны стоит один подшипник с другой стороны стоит другой подшипник это блять что за колхоз блять делается а шайбочек здесь я так понимаю нет вот этих регулировочных все по-другому что-то как-то здесь вообще все по-другому здесь закрыта обойма которую казалось бы должна быть самой офигенной а с этой стороны с той стороны она мягкая с этой стороны давай попробуем как хорошо что мы все под запись делаем а то там скажу что напиздели простите наш контент только что стал для взрослых на три недели вот на три недели да вот жесткая какая должна быть а вот только что то которое мы сняли то есть с одной стороны они решили сделать его закрытым а с другой стороны лучше там внутри должно быть пластиночка вода которая у нас осталась внутри это не закрытая обойма а это вот это вы хочешь сказать что пластинка тоже не по пластинка ой простите меня она просто разлетелась на части это просто вот резинка которая разлетелась начать это жёсткая ой как здорово да вообще класс но да суши смотри как протерла то она зубник выглядишь как она обойму протерла восхитительно видишь это натертые это натертая штука это вот это в этих этим металлом этим пыльником который отвалился от резинки и стал этим натерло вот где стояла нормально вот где ну перекат очень сложно крутится значит офигенный звук надеюсь вы слышите поставим подальше что он генератор машине а давай вам у нас крышка есть она колокол создает такой это из другой крышки но посадочное место хорошее может отлететь конечно ну что вы просто слышали да эти потрясающие звуки но он не убился только потому что пробег маленький ну да 300 километров нет выработки на ним слышите надеюсь да конечно выработки нет этот звук просто так должен работать новый подшипник вот такая слава богу подшипники одинаковые но почему-то они такого качества что здесь обойма разлетелась на две части смазка здесь безобразная отвратительная ужасная вот то есть можно все прозрачно все видно надеюсь на просвет увидите что все пролетает ой господи прости эту штуку сняли да здесь вот смазка вам выглядит вообще как это сам статор вот этот он великолепен здесь не ржавчинки ничего нету намотка андрюхе понравилось так что он пищит от восторга здесь немножко стерто это то что насыпалось уже до представляешь вот эта срань которая сыпалась постоянно это из подшипника дюрали такой какой вот отсюда вот это откуда он же проел он нет он не проел это вот все отложения которые там возникли ну разъел кусок нет это вот посадочными нет это как там так надо положить короче закрой инструмент надо положить чтобы не повредить чистое место можешь хоть сверху она не магнитная поэтому ничего страшного проводами сверху так сейчас то что андрюха думает что проела к радости не проела просто там откуда-то полость берется там где посадочное место у подшипника и в этой полости сейчас все у нас и песок и соль и окислы а проела проела вот вот разъела вот эту часть отверстия не круглая стала такое да всего фигурная я надеюсь видно то есть если вы до сих пор сомневались можно на эмоушенах ездить в дождь из коробки нет нельзя что сделать чтобы на эмоушенах можно было ездить в дождь мы будем экспериментировать у меня надежда только на вот придется прибегать к лаку однозначно потому что но вот это я не знаю как защитить это я не знаю как защитить но там не так страшно там по километру что такое вот по периметру посадочное место вот она там видно от брюхо посадочное место подшипника она хорошая а вот фаска которая вот фаска чуть глубже не менее она есть но там просто столько соли и окислов что запрессовалась ну и попробуем потряси убрать на чем-то вот во что это превращается надеюсь вам видно то есть нет это колесо вообще не приспособлен для того чтобы эксплуатировать влажную погоду из коробки стопудово в остальных случаях это все надо будет продуть и как я не люблю пользоваться чем-то таким придется по-любому это все лаком покрывать каким-то материалом то есть который каким-то способом вот это все надо будет стереть это тут весь окисел и каким-то способом это все покрыть какой-то смолой типа лак чтобы ничего не происходило здесь лака достаточно здесь ржавчины не пошла видишь но а вот здесь но сами крышки и с них будет вот это отлетать все туда в магниты поэтому друзья еще раз если мало ли там эксплуатируете пофигу там в какую погоду обязательно заведите греющий коврик и на пока стоит колесо на коврике пускай коврик всегда будет включить часа двух не хватает либо тепло не хватает того что обогреватель какой-нибудь давай открутим здесь да смотри там похоже снимает похоже я же взмок триндец это просто триндец проще все сорвать сначала да конечно качество качество алюминия вот этого слова алюминиевого для моноколеса я считаю неприемлемым вообще в принципе вообще но нельзя нельзя из этого делать моноколеса ну конечно если они не на сезон ну либо нужно покрывать чем-то хорошим почему краска отлетает пожалуйста вот сразу все вы скажете там реагенты соль все остальное ну на зле такого нет такого нету то есть это чисто для сухой погоды колесика чтобы его подготовить к влажной среде мы что-то придумаем безусловно я пока не представляю что если у вас есть варианты друзья пожалуйста пишите чем можно покрыть этот алюминий чтобы под ним не протекала вот такая коррозия но это триндец и за зубы дракона это просто зубы дракона в эту жесть это как раз потому что в корпусе это все оставалось в корпусе постоянно было это парение потому что там был этот песок с раной который просушивать очень долго надо очень долго чтобы там и это испарение шло и конденсат постоянно был на колесе то есть была среда такая которая благоприятна для там для разрушения колеса ну что крышку я открутил по идее держится держится значит на что-то на чем-то она о классно хочешь фокус покажу стучат не не смотри отсюда такой воздух идет что триндец вот так вот это не реагирует попробуй поднеси сюда лицо вот только лицом не лицом лицо у нас чувствительно выходит бахает сабвуфер как офигенный сабвуфер для этого использовать ушку чтобы не сломалась и ушки ну что тогда плавненько сжахнуть чуть-чуть постучать плавненько жертв поскольку вероятность того что там герметик мало только слегка я буду держать папа как видите никакого герметика нет она просто опроса при гислада тут есть такое подобие типа резьбового герметика который синий он наверняка просто он скорее всего просто найти когда болты закручивали он живы жидком состоянии нет мы можем за носили не 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 он сюда не наносится он затек именно с болтов он затек с болтов ну вот то во что здесь превратилась вот эта крышка это трэш полный я не знаю там видно андрюха выдох видно как выедены все для контрастность это хорошо что посадочное место само то там не раз фигачена а вот блин вот то что там не это 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 немыслимо это просто немыслимо обязательно с корпусом что-то делать что там песок не застаивался чтобы гладкий корпус был чтобы не текло ничего не с какого радиатора сверху опять-таки подшипника потому что на ось все равно все это капает почему сбоку его не сделать да что-то делись и вверху откуда-нибудь блин ну вот да друзья когда мне кто-нибудь скажет можно ли на им машине в 8 ездить подождем можно только если после этого если нет песка грязи всего остального если после этого его просушить и так что триндец и все равно это попадет внутрь и да не нельзя короче да надо что-то делать ну потому что подшипники они дырявые они подшипники вот подшипники которые пробежали 300 километров там уже смазка вот они дырявые вот андрюха есть у тебя давай фонариком посвете чтобы было видно там просто зазоры там то есть видно там все там воздух проходит там смазка должна быть там никаких зазоров принципе быть не должно там все должно быть смазка смазка надо забить туда зеленой смазки хороший какой-нибудь кастролки какой-нибудь другой там чтобы она офигенно была на него этот подшипник а в новый ну потому что но это немыслимо это немыслимо вот и кошмар ну и подшипник который расслаивается просто расслаивается от резинки это мы разбирали уже ну не первое то лицо это удручает это удручает качество алюминия удручает магнитное такое крисово друзья вот это величайшее изобретение до человечества звать и формировать диск могут могли это подлетать подлетают конечно да но крышки держат боковые и при деформации при такой наверно права получается удар по статору то есть там же зазор маленький ну короче что с этим чтобы собрать колесо нам нужно клемм очка нужно которая отгорела давай может кто подскажет где покупать я пока думаю какой-нибудь чип и дип что-нибудь еще такой нас отгорела от мотор колеса вот эта клемма с проводом с одним она просто оплавилась чтобы менять всю эту косу косу менять не хочу провода эти клеммы обгоревшие поменяю безусловно безусловно поменяю хочется поменять вот эту клеммочку провода провода на отставить как положено и все и уже собрать и ездить вот эту всю косу или мотор колесо менять ну не хочется вообще и это неразумно здесь все хорошо здесь все великолепно здесь дополнительно еще надо будет лаком смазать следы трения здесь есть да это вот как раз датчики холла там где начали оголяться да кстати у блогера которого с украины он говорит что там отгнивали вот эти штуки да надо будет их защитить ножки датчики холода он говорит там ножки отгнили там еще что то но он кому-то отремонтировал колесо поэтому отремонтировал на совесть да ну надеюсь да здесь вот эти пластиковые вот они неравномерно вот сюда вылетела эта штука то есть те кто говорят там что чего-то ну намутка неплохая саму ну слушай намотка вот тебе нравится тебе нравится что все говорят о намотка неплохая не плохая какая она может быть ну как как на зле тебе не нравится я в электротехнике не разбираюсь поэтому не могу сказать как хорошо как плохо меня радует то что здесь выглядит все аккуратненько меня расстроило то что сгорело колесо и меня расстроило состояние алюминия так все норм что можно было сделать чтобы этого не произошло а эксплуатировать мало на колесо только в условиях сухости без всяких луж безо всего остального рука эксплуатации согласно инструкции по эксплуатации дальше она бы все равно пришло негодность потому что если мы из холодной погоды заносим в тепло там конденсат образуется то есть все равно этот алюминий будет конденсироваться смазку надо однозначно то есть раскрутили колесо подшипники придется менять перенабивать смазкой менять подшипники такие же как на зле точно размер тот же и по внешнему виду пыльника что-то написано сил силнт не скажу что точно такие же ну блин по качеству очень близки хотя у меня глаз подшипниках не разбирается в общем надо качественный подшипник сразу ставить с качественной набивкой смазки чтобы за эту смазку ни капелька воды и конденсата не могла пробиться что еще резина здесь хорошая нравится мне резина это которая здесь стоит еще не пробивали слава богу намотка все хорошо все чудненько все здорово но вот друзья только в сухую погоду эксплуатировать получается это колесо и обязательно если вы хотите хоть по малейшим лужам ездить надо делать полную гидроизоляцию и найти какой-то способ чтобы вот это все не на кингсон гимн такой же кислик да я его смотрю мне в поиске уже забитых номер пошипника а я искал на кинсон когда-то помню смотрел то есть вот друзья вот такой какой итог подведем идея классная реализация почему-то г почему потому что качество алюминия плохое плохое качество алюминия очень корродирует очень вот здесь на внешней поверхности вот отлично смотри здесь и краска держится вот смотри офигенно почему на этих колоколах она такая диза брат является хороший кажется что хороший но он не может быть же быть из другого алюминия скорее всего алюминий подшипник кая в районе 250 рублей нам кое не надо будем брать что-нибудь либо там какие-то хорошие подшипники будем брать поэкспериментируем один поставим на одно другое на другое друзья все владельцы in motion в 8 да я думаю десятое поколение не отличается ничем хотите кататься по лужам разбирайте колесо сразу разбирайте потому что вы видите сейчас колесо у которого пробег 300 километров до на нем километров 100 точно проехали по зиме по соли по снегу по всему остальному такой но это колесико как разиме это колесико которая ставилась на просушку на коврик с подогревом это колесико блин за которым ухаживали это любимое колесико и вот такая ерунда получалась сначала но сгорела мы поняли почему это произошло а после разборки вот мотор колеса поняли почему бы произошла следующая поломка да ну потому что просто бы выпал подшипник отсюда потому что это все сгнило бы на чертям собачьим эта крышка уже сгнила здесь она уже сгнила уже сгнила без вариантов за 300 километров вернем по гарантии все друзья спасибо что смотрите все пока пока полный выпуск надеюсь выводим